Начиная с совещания, Александр Демченко отметил, что администрация Лобинского района завершает год с неплохими показателями. Но все же различные санкции и нестабильность рубля по отношению к евро и доллару ударила под предпринимателем малого и среднего бизнеса. Количество субъектов этой деятельности снизилось. Вроде бы казалось, что все это далеко, где там Америка, где Евросоюз, где наш Лобинский район. Но все оно рядом, все оно близко. Мы сегодня ощущаем это и по настроению наших покупателей. И по ценам в магазине мы все это видим. И по определенным сложностям, с которыми сталкивается и предпринимательское сообщество. Потому что ваш клиент – это население. Мы сегодня воочию видим, и об этом нельзя не говорить. К сожалению, снижается покупательская способность населения. Это связано с тем, что рубль ослабевает. Но все же, несмотря на нестабильность, на рынке предпринимателей Лобинского района в этом году направили в краевую казну более 800 миллионов рублей. Стараются помочь малому и среднему бизнесу в начинании и сами власти. В целях поддержки субъектов малого бизнеса в Лобинском районе создана программа поддержки предпринимательства на 2013-2015 год. В 2014 году в бюджете у нас заложено было 300 тысяч рублей. Но благодаря тому, что район участвовал в краевой программе, были привлечены еще средства порядка 500 тысяч рублей на субсидирование предпринимателей на начальной стадии их деятельности. То есть, итого 800 тысяч рублей в этом году мы планируем освоить. Этих денег не хватает, чтобы помочь всем желающим. Для того, чтобы сохранить предприятие на плаву и не позволить им обанкротиться, в крае был создан некоммерческий фонд микрофинансирования. Благодаря этой программе любой предприниматель может взять до миллиона рублей под минимальный процент. И без всяких звездочек, как это бывает в некоторых коммерческих банках. Основное условие, это понятно, что человек не должен быть торговать лицензированной продукцией, это спиртными, горюче-смазочными материалами и не быть представителем огурного бизнеса. Для получения этого микрозайма, в общем-то, достаточно того, что человек осуществляет свою предпринимательскую деятельность более трех месяцев. И под проценты от 6-25% годовых до 10 максимальных процентов предоставляются микрокредиты. Подобные займы уже помогли сохранить свой бизнес не одному десятку предприятий Краснодарского края. И, как говорят в фонде, возможно, уже в будущем году вырастет и возможная сумма займа. Алексей Карпов, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».